Уважаемые коллеги, обсудим проблему диагностики лечения геликобактерной инфекции. Понятно, что вопросы диагностики лечения геликобактерной инфекции урегулированы международными рекомендациями, российскими рекомендациями, которые вышли в последние годы. Мы сейчас живем в период, когда в сентябре 2021 года собирались эксперты 6-го Мастринского консенсуса и в ближайшей перспективе ожидается публикация 6-го Мастринского консенсуса, ожидается публикация рекомендаций 7-х московских соглашений, которые пересмотрят принципы диагностики лечения геликобактерной инфекции. Но нам важно, что сегодня обсудить, насколько врачи правильно соблюдают текущие рекомендации, насколько эффективна диагностика лечения геликобактерной инфекции. Во многом на эти вопросы отвечают материалы Европейского регистра геликобактер пилори, который оценивает правильность применения клинических рекомендаций в реальной клинической практике и оценивает эффективность и безопасность назначаемых режимов регистрационной терапии. Европейский регистр оказался очень крупным проектом, в который к октябре 2021 года внесено более 46 тысяч пациентов из всех стран Европы. И я должен сказать, что Россия в этом плане хороша, поскольку она на втором месте по набору больных в Европейский регистр. Я благодарю всех руководителей региональных центров по сбору данных реальной клинической практики, которые позволяют нам оценивать то, что мы имеем, и рекомендовать меры по повышению эффективности диагностики и лечения геликобактерной инфекции. По материалам регистра был опубликован ряд отечественных и международных статей в журналах высшего уровня доказательности. Вы видите, это клиническая гастроэнтерология, патология ГАД, американские журналы гастроэнтерологии. Собственно, поэтому мы можем очень четко говорить, какова реальность, каковы ошибки диагностики лечения геликобактерной инфекции. Прежде всего, давайте остановимся на вопросах диагностики. Когда мы говорим про диагность геликобактерной инфекции, крайне важно соблюдать несколько принципов. Во-первых, на большинство методов диагностики влияет факт приема ингибиторов протонной помпы за две недели до теста, антибиотиков препаратов измута за четыре недели до теста, причем антибиотиков любых по любому поводу. Но важно использовать адекватные методы диагностики. Важно, что через 30 дней после завершения лечения необходимо провести диагностический тест, который подтвердит эффективность проведенного лечения, но при этом не могут использоваться серологический метод, поскольку он не отражает текущего наличия инфекции. Наилучшими методами диагностики признан 13-СО-разный дыхательный тест и определение антигена геликобактер пилоревкалия. Мало того, что эти тесты имеют высокую чувствительную специфичность, они еще и не инвазивны, не требуют проведения эндоскопического исследования, что хорошо и доступно. Когда мы говорим про быстрый разный тест, а это то, что наиболее часто мы используем в рамках эндоскопического исследования, для выявления геликобактера инфекции, очень важно понимать, что чувствительность теста невысока и колеблется от 75 до 90%, поэтому возможны ложно-отрицательные результаты, поэтому только положительный результат теста мы принимаем во внимание, поскольку он позволяет начать терапию, но поскольку отрицательный результат может быть довольно часто, после лечения не рекомендуется в качестве теста для контроля эффективности эрадикации быстрый разный тест. Мы проанализировали разные методы диагностики геликобактерной инфекции, все это опубликовано в декабрьском номере 2018 года в журнале «Терапевтический архив». Еще раз подчеркну, что единственным тестом, который избегает влияния приема антибиотиков, ингибиторов, протонной помпы и препаратов «Фисмута» является сирологический тест, он подходит для первичной диагностики геликобактерной инфекции у ранее нелеченных больных, но не подходит для контроля эффективности эрадикации. Быстрый разный тест при положительном его результате является основанием для проведения лечения, но он не подходит для контроля эффективности эрадикации, поскольку у него низкая чувствительность и требуется еще эндоскопическое исследование. По этим же причинам морфологическое и цитологическое исследование могут применяться для первичной диагностики, но не для контроля эффективности эрадикации. Лучшие методы первичной диагностики и контроля эффективности эрадикации являются неинвазивные методы 13-СУ-разный дыхательный тест антиген геликобактер пилори в стуле. Что в реальности? В реальности, когда мы говорим про тесты для первичного определения геликобактером инфекции, то в России по материалам Европейского регистра мы видим, что наиболее часто применяются инвазивные методы быстрого разного теста, гистологическое исследование, а также сирологический тест. Ну, собственно, это вполне допустимо, неплохо. Когда мы говорим про диагностические тесты для контроля эрадикации, я уж умолчу о том, что далеко не все врачи проводят контрольные тесты, но те, кто проводят, смещаются, к счастью, в ней инвазивные тесты. Разный дыхательный тест антиген геликобактер пилори в кали в доле этих тестов нарастает, еще продолжает в ряде регионов использоваться гистологическое исследование, поскольку неинвазивные методы не покрываются системой ОМС. Но, к сожалению, довольно часто врачи в качестве контрольного теста используют сирологически, что является ошибкой. Этого делать не нужно, но ситуация все равно улучшается, если сравним с данными 2014 года. Наблюдательное исследование показало тогда, что сирологический тест для контроля применялся в 16% случаев. Какая еще ошибка? Стандартная тройная терапия продолжает использоваться в регионах, где она утратила эффективность. Что мы можем сказать про резистентность? Она, к сожалению, возрастает, а рост резистентности к макролидам ведет к неэффективности тройной терапии, которая при резистентности 25% падает до 75%, что неприемлемо. Недавно были опубликованы данные европейского исследования, это октябрьская публикация 2021 года журнала ГАД. Вы видите, что кларитромицин, средняя резистентность в Европе достигла 21%, клевофолсацина 16%, метранидозолу 39%, что огранихивает применение этих препаратов. И мы видим, это напрямую отражается на эффективности эридикционной терапии. По данным анализа 21,5 тысяч пациентов, мы видим, что средняя эффективность в Европе эридикционной терапии не достигает целевого уровня в 90%, ни по какому из критериев анализа. В России мы видим, что эффективность терапии, средняя эффективность терапии по данным 13С уразного дыхательного теста также не достигает 80% уровня, что является неудачей терапии. Почему это так? Потому что, к сожалению, стандартная тройная терапия при любой ее продолжительности по критерии Intentional Treat в России уже не достигает и 70% уровня, а данной терапией является доминирующей две трети назначений. Собственно, в Европе такая же картина, что часто назначает стандартная тройная терапия. Это темно-синяя нижняя рисунок. Может быть, это оправдано на севере Европы, где низкая резистентность к макролидам, но в других регионах не оправдано. Собственно, поэтому происходит снижение применения тройной терапии. А в Испании к 2019 году отказались от применения тройной терапии. И вот опубликован в октябре 2021 года пятый испанский консенсус по лечению геликобактерной инфекции. Тройная терапия здесь даже уже не упоминается. Здесь она заменена на тройную терапию плюс метронидазол, либо квадротерапия препарат Пилера. Назначение критерационной терапии на 7-10 дней – это тоже большая ошибка. Рекомендации сейчас 14-дневная терапия, 10-дневная возможная. Если есть локальные доказательства эффективности, у нас таких доказательств нет. Вот данные по России из Европейского регистра. К сожалению, у нас еще довольно часто назначается 7-дневная терапия. Средняя эффективность 7-дневной терапии – 73%, 10-дневная терапия – средняя эффективность 81%, что плохо, а у 14-дневная средняя эффективность 90%. Причем это интегральные данные всех схем, которые применялись. Таким образом, у нас 63% ошибочных назначений по длительности терапии. Коллеги, должна быть только 14-дневная терапия, только она работает. И вы видите, что, к сожалению, такая же ситуация и во многих регионах Европы, где еще довольно часто используют более короткие схемы терапии – это ошибки. Использование низких доз ингибиторов протонной помпы в схемах эрадикации. Низкие дозы у нас назначаются ошибочно в 56% случаев, стандартные дозы назначаются в 30% случаев, и высокие дозы только в 8% случаев, а именно высокие дозы ингибиторов протонной помпы, принципиально важны для достижения эрадикации. Эрадикация эта рекомендация была в 5-м маострийском консенсусе, будет ли в 6-м маострийском консенсусе. Все это базируется на ряде метаанализов. В частности, преимущества Раби-прозола и Семипрозола были продемонстрированы в метаанализе Адриана Макникола. Как влияют ингибиторы протонной помпы на кислотопродукцию? Ну, вот Эзомипрозола и Раби-прозол являются лидерами подавления кислотопродукции. Если за единицу подавления кислотопродукции взять Омипрозол, то подавляющий потенциал Раби-прозола самый высокий, 1,82. Собственно, если мы посмотрим на Пантопрозол, он находится в Эргарде, и, наверное, это не самый подходящий препарат для схеморадикационной терапии. Эзомипрозол и Раби-прозол – это то, что нужно выбирать. Данные Европейского регистра в России, когда мы первичный анализ проводили в 2016 году, к сожалению, доминировали у Непрозола и Пантопрозола. Препараты с высоким потенциалом подавления кислотопродукции Раби-прозола и Замипрозол назначались реже, но постепенно происходит улучшение ситуации, растут столбики Замипрозола и Раби-прозола. И одним из самых применяемых Раби-прозолов в России является препарат РАЗО, который по опросам врачей в 17 городах России составил 36,3% назначений. Когда мы говорим про дженерики, мы всегда понимаем, что лучше брать оригинальный препарат, либо дженерик, который доказал биоэквивалентность. И мы видим, что для РАЗО площадь под фармакинетической клево-концентрацией практически совпадает с значениями референсного препарата. Очень важным аспектом является то, что Раби-прозол компании Dr. Redis зарегистрирован в FDA США и допущен на американский рынок, что доказывает биоэквивалентность данного препарата. Важно, что, к сожалению, у нас присутствует недооценка преимуществ в добавлении висмута к лечению антибиотиками. Висмут имеет энергетический эффект с антибиотиками, преодолевает резистентность. Гликобактер пилориклоритромицину и лево-флоксацина я уже демонстрировал. Только что опубликованный испанский консенсус, где в качестве терапии второй линии рекомендуется тройная терапия с лево-флоксациным плюс висмут, а просто тройная терапия с лево-флоксациным уже не рекомендуется. Ну и, конечно, мы знаем, что в России давно применяется и показал свою эффективность стандартная тройная терапия с лево-флоксациным. Усиленный висмут от рекалия децитратом, то есть висмут преодолевает резистентность к лево-флоксациным, если она есть, а она, к сожалению, у нас довольно высока. И вы видите, вот публикация январского номера Clinical Gastroenterology and Hypatology, комбинация висмута и стандартной тройной терапии обеспечивает тратикционный эффект более чем в 90% случаев. В этой публикации включены данные 1141 пациента из России, Испании и Украины. Вы видите, что показатели Intention to Treat, то есть пациенты, которые начали терапию, независимо от того, закончили они ее, правильное количество дней пропили или неправильно, они включаются в анализ. То есть то, что отражает реальную клиническую практику. По показателю Intention to Treat, 14-дневная терапия, стандартная тройная плюс висмут, оказывается эффективна в 93% случаев, несмотря на высокую резистентность к кларитромицину. Очень важно, что нежелательные явления наблюдались у третьих пациентов, но 76% случаев они были легкими или непродолжительные, не потребовавшие отмены этой терапии, то есть большинство пациентов пропили. Правильно данную схему терапии, она удобна для приема, привязана к завтраку и к ужину, до завтрака мы даем ингибитор протонной помпы плюс висмут, после завтрака и ужина мы даем антибиотики, соблюдать режим лечения легко, а он является принципиально важным фактором в виде отношения шансов эффективной эрадикации 13. Двойная доза ингибитора протонной помпы либо использование ингибиторов протонной помпы с высоким потенциалом подавлением кислоты продукции рабепрозола, лезвиями прозол, это отношение шансов 4,7, важнейший метод по повышению эффективности эрадикации, ну и продолжительность лечения 14 дней, это отношение шансов 2 по сравнению с более коротким режимом терапии, то есть это то, что у нас есть, то, что мы можем использовать, достигая эффективной эрадикации с первого раза у тех пациентов, которые в эрадикационной терапии нуждаются. Эти схемы мы отразили в клинических алгоритмах введения пациентов в Департамент здравоохранения города Москвы, вы видите, что в качестве терапии первой линии рекомендована 14-дневная стандартная тройная терапия плюс висмут, в качестве ингибиторов протонной помпы рекомендуется обращать внимание на эзомепрозол и рабепрозол, и я сегодня говорил про препарат РАЗО, который доказал свою биоконваленцию оригинальному препарату, и, конечно, это один из препаратов, который будет давать преимущество в такой терапии. Амоксицелин, клэритромицин, висмут, трикалия, децитрат, все это удобно, все это мы все знаем, и я смотрю, что в последнее время все больше и больше именно таких назначений, и больные, которые приходят нам на 13-со-разный дыхательный тест, оказываются без геликобактера после применения такой схемы. Если есть аллергия на препараты пенициллинового ряда, то безальтернативное назначение стандартной квадритерапии, ингибиторы протонной помпы, метриндозол, тетерциклин, висмут, трикалий, децитрат, курс терапии 14 дней, да, несколько неудобно, да, нужно давать тетерциклин, 20 таблеток, да, нужно больному объяснять, как это принимать, но это дает эффект. К сожалению, данные европейского регистра говорят о том, что если мы в стандартной тройной терапии ингибитора, амоксицелин, клэритромицин, заменим амоксицелин на метриндозол, мы получаем очень низкий, очень низкую эффективность эрадикации, порядка 60%, поэтому такая замена не рекомендуется. Через 30 дней после завершения лечения, пожалуйста, проведите контроль эффективности эрадикации, для этого лучше использовать 13СЛ, разный дыхательный тест. Ну и последний аспект, мы не всегда правильно оцениваем приверженность пациента к лечению, а нужно объяснять, из-за чего геликобактер нужно убивать. Геликобактер нужно устранять у всех, потому что у всех инфицированных он вызывает гастрит, а гастрит является основой для формирования язвы, язва связана с приемом НПВП и рака. Но, к сожалению, когда мы обследовали врачей и медицинских работников на геликобактерную инфекцию, оказалось, что врачи не очень склонны лечиться, это видела и Наталья Валерьевна Бакулина при обследовании 1049 врачей, вы видите, что 20% врачей даже просто отказались проходить 13СЛ разный дыхательный тест, а половина заявили, что не будут принимать антибиотики, если инфекция будет обнаружена. Но если до себя не поняли, что это прямая явная угроза, то как объяснять это пациентам? Ну и видите, что и радикационная терапия у тех, кто ранее лечился, была неэффективна. Эффективность радикации 69% отклонения от рекомендации по лечению. А наши данные, мы обследовали 315 медработников Москвы и Казани, также 13СЛ разный дыхательный тест, только 61% позитивных коллег хотел бы пройти и радикационную терапию. А всего геликобактер был выявлен более чем у половины наших коллег. В Москве половина, в Казани 67% уровень распространенности геликобактерной инфекции. Итак, уважаемые коллеги, многоцентровое наблюдательное исследование Европейский регистр геликобактер Пилори демонстрирует тот факт, что, к сожалению, мы далеки от идеала введения больных с геликобактерной инфекцией. Мы отклоняемся и от рекомендаций по диагностике и назначаем неправильные режимы терапии. В то же время я должен отметить, что в динамике мы видим улучшение ситуации. Вот если мы имеем обратную связь, мы наблюдаем, что происходит, мы рассказываем, как нужно, многие прислушиваются и ситуация улучшается. Основные пути по повышению эффективности терапии это обеспечение высокой приверженности больных к лечению, использование только рекомендованных схем терапии. Еще раз, стандартная тройная плюс висмут как терапия первой линии, либо стандартная квадритерапия с патрициклином, метриндозовом, висмутом, трикалий, децитратом, если есть аллергия к препаратам пенициллинового ряда. Очень важно, что все рекомендованные схемы работают только при продолжительности лечения 14 дней. Никаких 10, и уж тем более 7-дневных режимов уже, к сожалению, не существует. Современные ингибиторы проконной помпы в высоких дозах принципиально важны для достижения эффективности эрадикации, поскольку они увеличивают период полураспада как кларитромицина, так и амоксициллина, и чем сильнее мы подаем кислот продукцию, тем дольше действует эта антибиотика, тем лучше они уничтожают гликобактер пилори. Ну и, конечно, лучше отдавать предпочтение эзамепрозолу или рабепрозолу, в частности, одним из таких препаратов может быть препарат Розо компании доктор Редис. Добавление висмута трикалий децитрата признано фактором, который повышает эффективность эрадикации, преодолевая резистентность к макролидам и к левофлуксоцину и снижает частоту антибиотик ассоциированной диареи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...